Достояние российской легкой атлетики Сергей Шубенков и его не менее именитый тренер Сергей Клевцов накануне заявили, что после ремонта манежа технического вуза и появления там площадок для других видов спорта на легкой атлетике региона можно будет поставить крест. И позиция их не изменилась и сегодня. Легкая атлетика на сегодня вид спорта номер один в крае. По своим достижениям, по уровню популярности. Поэтому вуз, да, он имеет федеральное подчинение. Я согласен. Но он находится в Барнулии и крае. Интересы вот этих регионов граждане из вуза, ну извините, они на них просто по славу гумалу, они забили на них. Не будет больше соревнований по легкой атлетике в Алтайском государственном техническом университете. Вот при таком, при такой, скажите, при такой функциональности спортивного манежа. Нельзя их там просто проводить. 100 метров можно. Руководство политеха практически всю встречу также отстаивало свою позицию. А именно федеральные деньги впервые за долгие годы, выделенные на ремонт манежа, это ни много ни мало. 22 миллиона рублей нужно освоить. Да и развитию других видов спорта, по мнению ректора вуза, тоже надо помогать. Наверное, у нас есть и другие виды спорта. Мы не отказываем ни в коем случае и легкой атлетике, и проведение соревнований. Может быть, придется изменить какой-то формат немножко. Может быть, жизнь течет, жизнь меняется, требования. Но все-таки еще раз повторяю, что Алтайский край – это не только легкая атлетика. На основной вопрос журналистов, можно ли ситуацию с ремонтом повернуть вспять, ответ ректора был однозначным. Все будет зависеть от проведения сегодняшнего аукциона по выбору подрядчика на проведение работы, ведь он может и не состояться. Министерство спорта края со своей стороны выразило надежду, что в проект ремонтных работ можно будет все-таки внести изменения. К слову, о ситуации с манежем здесь узнали лишь неделю назад. К тому же готовы по просьбе Сергея Колесова в ближайшее время организовать встречу с губернатором региона. Я предлагаю в этом плане, в этом русле отработать. Университету посмотреть, есть ли возможность внести изменения в проектно-смертную документацию с учетом пожеланий, хотелок, требований, не знаю, как это назвать, спортивного сообщества конкретно легкой атлетов. И дальше прорабатывать вопрос, может быть, по развитию легкой атлетики в целом у нас в регионе.